Владимир, приветствую! Добрый день! Ну что, выходные будут насыщенные, интересные? Самые насыщенные! У нас пройдет крупнейший пробег на снегоходах. Да. Тут надо спросить сразу пару важных моментов. Во-первых, каждый на снегоход свой привозит. Да, да, да. То есть любители Тюменской области, это не только Тюмень, это не только Тюменский район, также есть и Лутрас, у нас Тобольск зарегистрировался. Все едут на своих снегоходах. Кто-то берет у друзей, кто-то едет с семьями, кто-то с детьми. Отлично! Теперь у Чоке есть снегоход, там есть трасса. Расскажите о ней, то есть насколько она из-за сложная, опасная? Это можно назвать очень живописным прогулочным маршрутом. То есть трассу мы заранее проложили, посмотрели ее, но снегопады и все передувают. Тем не менее, маршрут нам понятен. Маршрут идет через живописнейшие места, потому что там холмы, там березовые рощи, там великолепный сосновый бор уже ближе к нашей базе отдыха. То есть и по этому всему на расстоянии 25 километров примерно мы как раз-таки и поедем. На финише всех ожидает горячий грок, безалкогольный глинтвейн и великолепный поросенок на вертеле. То есть мы всех гостей согреем обязательно по приезду к нам в Кулиго. Сейчас многие у экранов подумают, так у меня нет снегохода, но есть желание, есть поросенка. Как бы из-за этого можно ехать. Трасса безопасная? Да, конечно. Все хорошо. А как там на снегоходах? Там по одному или прям можно как... Кто-то регистрируется экипажем по 6 человек. На данный момент у нас уже 25 заявок, и это еще не конец, потому что основная рекламная кампания настолько запускается. Поэтому ожидаем около 40-50 участников. Это был самый крупный забег вообще в истории, мне кажется, Тюменской области, потому что именно организованно вот так это не проводилось ни разу. Круто! И это все такая история не соревновательная? Нет, нет, нет. Это как автомобильный пробег, только пробег на снегоходах. Скорости будет не 80 км в час, да? А доезжаем до какой-то локации, там есть определенные у нас точки на маршруте, березовая роща, красивый лог, там дается воля 5 минут погонять туда-сюда. Потому что очень много снега, и чтобы все получили эмоции, все это делается ради эмоций. Ну и зима такая у нас выдалась, особо малоснежная, то есть это ли несчастье как раз... Надо знать, где искать снег. Снег есть в Кулигопарке, который не растает до апреля, и снег есть в лесу, там где деревья и лога есть. Зафиксировали, где есть снег. Санный день, там я посмотрел, что на самодельных санях будут люди соревноваться. Да, все верно. Вот смотрите, я в 2013 году был на похожем мероприятии, там мы на самодельных самолетах летали с 6-метровой рампой. Это я все понимаю. Да? Скажите, это примерно похожая история? Это примерно похожая, но, слава богу, безопаснее. Потому что нет такой высоты. Мы для этого специально на час закрываем центральную трассу, нашу горнолыжную, делаем тройное ограждение финиша, вплоть до сена, тюков. Вот. И да, участники на своих санях, которые минимум 5 метров в длину, экипаж минимум 4 человека, начинают спускаться. И все это проходит максимально энергично. Будет у нас специальная судейская бригада из уважаемых людей Тюмени, которая будет оценивать. В зачет что идет? Во-первых, это будет специальный отрезок трассы. Его надо будет за время, как можно быстрее проехать. И второе, это как раз-таки элементы шоу. Это насколько хорошо выглядят сани, насколько хорошо чувствует себя команда, какие там файеры они используются, какие кричалки, какая у них массивная группа поддержки. То есть все это идет в оценку. И судьи уже по 10-бальной шкале это все оценят. Зрительская зона в этом году у нас максимально расширена. То есть по всей длине трассы можно было стоять как в зоне старта, так и в зоне финиша и поперек всей трассы. Ну и здесь, видимо, раз соревнования, места и какие-то там подарочки. Да, у нас первое место. Это приз 23 тысячи рублей наличный. Плюс к этому всему в основном у нас участвует корпоративный сегмент, поэтому специально для них их сани остаются на год у нас на базе, на самом видном месте. Плюс рекламный плакат их компании на весь год. Заявки все еще принимаются. Так вот где озвучите сайт, чтобы... Сайт kuligapark.ru, либо через социальные сети ВКонтакте, Инстаграм. Можно написать, вам ответят, как зарегистрироваться, куда податься и какие требования. То есть есть понятное положение о проведении мероприятия. Там это все прописано максимально подробно. Благодарю за беседу, хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.